Не хлебом единым жив человек, особенно если этот человек – женщина. Кризис кризисом, а красота требует жертв. Причем в денежном эквиваленте. Коллекции одежды весна-лето в магазинах не могут порадовать модниц ни ценами, ни разнообразием. Вслед за долларом и евро выросла стоимость нарядов, поставляемых из-за рубежа. Да и российские производители шьют одежду из заграничного сырья. Ассортимент, напротив, сокращается. Закупать большие партии магазины уже не по карману, да и невыгодно, спрос уменьшится. Все магазины, даже среднего сегмента, будут переходить на более дешевые материалы, из которых это сделано, как раз с целью удержать порядок цен. То есть, чтобы оставить платье таким же по стоимости, магазину придется сделать его из более дешевого сырья. Чтобы оставаться стильной и модной, но не умереть при этом с голоду, специалисты советуют уже сейчас, пока еще действуют распродажные цены, купить зимнюю обувь и одежду, приобрести качественные базовые вещи. В следующем осенне-зимнем сезоне за то же самое придется выложить в два, а то и в три раза больше. Если у одежды срок годности не ограничен, то косметику впрок не купишь. Потому самарские девушки с удовольствием вспоминают бабушкины рецепты красоты. Бюджетно, натурально и эффективно. Можно, например, кефир взять и сделать маску до мытья, намазать на волосы, одеть какую-то шапочку или кулек, или пакетик, и ходить так час, а потом промыть волосы. А некоторые рецепты и вовсе не требуют никаких затрат. Главное – четко их соблюдать. Здоровый сон. Когда я высыпаюсь, я просто готова покорять мир своей красотой, у меня хорошее настроение, у меня сразу появляется улыбка, мне кажется, улыбка – это самое красивое, что может быть. Счастье. Когда человек счастлив, он светится весь, и это самая лучшая косметика для девушки особенно. Судя по настроениям самарских женщин, жертвы будут только в виде разбитых мужских сердец. Невзирая на экономические трудности, титул самых красивых девушек в России самарчанки оставляют за собой. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова